доброе утро дорогие друзья сегодня у нас будут сводки с полей и огорода и покажем вам в работе наш культиватор зуб может быть кому-то эта информация пригодится мужа лёшек вернее прокультивировал несколько полос огорода и нам это нравится культиватор недорогой это не реклама лёшек покупал за кровно заработанные денежки его вот сейчас вы его там наблюдаете я сейчас подойду поближе и все вам покажем и расскажем так что оставайтесь с нами я думаю что будет интересно вот я показываю как это работает вот здесь не нужно помогать единственное что он электрический и я сейчас сейчас лёш подожди я здесь регулировала ну то есть когда лёшек идет вперед я отматываю шнур вперед когда задом идёт то есть тащу шнур назад лёшек который с вами поздоровается вот такая техника работает практически бесшумно вот видите я держу в руке шнур узелок надо размотать и потом когда он идет назад я этот шнур тоже вот так вот у меня сейчас одной рукой не получится конечно двумя руками я вот так вот помогаю ему чтобы не перемолотить шнур вот так вот так вот и и так вот так вот бензина никакой нет таких выхлопных газов за спиной в общем нам понравилось электрический культиватор зубы лёшик покупал на озоне лёша лёшик привет привет вот первая пробная эксплуатация вот этой замечательной машинке культиватор зубы когда 1800 1800 это его мощность принципе довольно достойный аппарат думал будет хуже гораздо видишь уже намотала чего-то это веревка надо ее это я подвязывала а ты думаешь что-то не туда в общем земли веревка было пока до конца кое-чего с ним не понял почему потому что когда двигаешь его вперед он меньше культивирует тем когда назад основная культивация когда ты его назад тащишь может быть в регулировках чего-то надо изменить сейчас буду пробовать вот а так на самом деле аппаратик малошумный да вообще вообще практически не слышно можно вообще в пять утра баранить и никому не мешать его бензиновый шум стоял бы шум и дышать да сколько здесь вот этих гребенок 6 штук до 6 штук толщина где-то миллиметр 2 до 33 миллиметра до 3 миллиметра железо вот но вот эти штуки можно докупить различные а то есть нарастить да нет они снимаются вот эти но другой конфигурации можно сделать то зачем и так вообще вот собирается легко принципе вот я говорю да я попробую лучше говорит не надо а вот ручка вот здесь вот то есть включаем в лэп и вот здесь потом нажимаем и он начинает работать ну давай я вот сейчас пока у тебя работает один рядочек ну а мне надо помогать единственная не неудобно лишь но я уже показывала как он работает я уже показываю вот единственное что он электрический это плюс и в то же время минус потому что провод нужно я уже вам рассказывала кому-то регулировать но если у вас да если у вас небольшие площади вот так как у нас у нас огород восемь соток вообще участок восемь соток вместе с домом вместе с постройками но здесь сколько ну сотка нами 2 до мало то есть он самый раз конечно если у вас какие-то большие площади то это соответственно вам не подойдет но во-первых лэп тянуть далеко и да там конечно лучше бензиновый или наверное тракта здесь у нас вот на такой маленькой площади очень даже хорошо да вот это вот за минут десять еще в чем причина друзья у нас уже месяц нет вообще дождя не капли вчера прошел ну если это можно сказать так что прошел алешек ехал вчера на машине там москвы рясы да вот вот и там даже дворники не справлялись лёша говорит я ставил на вторую скорость дворники потому что не видно ничего было дорогу а у нас даже асфальт не намочил и я вот почему если бы земля была немножечко влажнее да то было бы еще легче а так конечно ну нормально но может могло быть лучше что самое интересное хочу сказать с этим аппаратом даже женщина справиться при да так что женщины присмотритесь на самом деле справиться ну вот если вдруг тебя не будет а нужно будет баранить я смогу анечку позову она мне будет провод держать а я буду бронить вот да ну хорошо хорошо договорились так что земля сегодня почему мы торопимся сегодня у нас с 10 утра обещают опять дождь и будет идти целых 2 дня как бы судя по прогнозу ну посмотрим посмотрим как это правда это или нет посмотрим поэтому мы решили сейчас заняться вот вот этим делом сейчас быстренько это все пробороним и будем ждать дождь а я вам покажу сейчас покажу как я сложила аккуратненько кучу услышал грохот и грохот это наша мусорка приехала баки мусорные выгребать сложила вот здесь так аккуратненько кучу хлама не вы не выбрасываем пойдет в костер пойдет в костер шашлыки просто так погреться вот и сейчас пройдем по огороду я вам вернее уже во двор зайдем и я вам покажу что чем я занималась там какое-то время дня три наверное вот пошла маленько видите как я сначала была на нее ругалась что она ползет марина говорит не самая подружка любимая говорит лен не ругайся по сравнению с и матантной малиной это очень пахучая просто закопай шифер вот здесь чтобы она ну не ползла дальше вот и будет тебе счастье так что я так и сделаем крышовничек там хорошо уже пошел вот кустики а вот этот куст смородины я хочу выкопать сегодня и пересадить его в этот палисадник в палисаднике я уже посадила пять кустиков смородины три по моему черной и два красненькой вчера лёшек очень быстро приехал на машине и прям как говорится с корабля на бал мы вчера уже затянули с ним быстренько теплицу устали конечно он с дороги я целый день возилась и уборка и в огороде в общем но вчера сделали потому что боялись что с утра пойдет дождь а завтра лёшек опять уезжает и мне это потом делать самой но сами понимаете мужские руки все-таки это мужские руки вот так вот затянули опять мы тепличку все хорошо получилось у нас вот такая катушка нам понадобилась на 50 метров очень удобно сматывать легко и в общем культиватор зуб друзья рекомендую взрыхлили земельку теперь пусть и дождик пройдет и будем сажать здесь огурцы перцы картошку в общем что-то будем сажать но сейчас давайте я пройду покажу чем я занималась какой порядочек я навела вот лучок всходит бедненький я тут немножко его поливала вот может быть сегодня уже сварю борщик зеленый и щевля эти какой вырос уже но поливаю друзья поливаю дождей нет все сохнет вот здесь вскопала все сорняками пошло все здесь скопала вообще на этом месте у нас вот здесь будет стоять душ и туалет но это еще предстоит построить вот очень хочется закрыть вот этот забор вот этим профлистом сегодня посчитаем во что это нам обойдется я уже с соседями говорила говорю нужно перекладины вот такие видите здесь одна вот перекладина есть а там только столбы и сетка рабицы если вы помните в том году были вот такие белые тряпки но это укрывочный материал и при сильном ветре здесь вообще все сорвало общем соседи убрали и сейчас вот такая у нас как под стеклом хочется какого-то интима хочется чтобы чувствовать себя без посторонних глаз да и это наверное каждому не только нам так хочется вот сегодня лёшек просчитает сколько нужно профлиста и скорее всего будем покупать и закрывать забор чтобы был вот такой вот профлист ага пройду что-то там лёшек хочет вам рассказать показать смотрите как вымахала сливка чернослив стэнли вон уже какая же вот такие листочки кричат красота ну хмурится друзья хмурится скорее всего будет дождик недаром мы торопимся чесночок мой пошел расти я его уже и в рыхлила и поливала и здесь друзья тадам видите какой порядочек если вы помните здесь рос шиповник а там лежала куча вот этих дров которые сейчас аккуратненько стопочкой лежат в конце огорода и я начала красить забор видите все ржавчиной пошло вот здесь вот эти перекладины стройматериал сейчас дорогой надо в порядок все приводить эти вот я все уже покрасила вот эти столбики перекладины два пролета сделала и смотрите что я увидела друзья забор зарыт в землю уже начинается вот там коррозия пошла я здесь вот такой овраг сделала все это вырывала это все было в земле даже в т2 вот эту вот перекладину не было видно это так нельзя надо короче все здесь мне по отрывать откуда здесь взялась земля почему такой уровень земли выше забора скорее всего сначала сделали забор а потом делали пристройку и вы когда рыли фундамент землю вот сюда вот высыпали и естественно зарыли забор вот видите где я остановилась вот и вот вот так вот 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 это все нужно отрывать все нужно очистить и красить вот эти перекладины так что вот этим я заниматься буду лёшка провожу мне здесь нужно навести порядок и покрасить вот это все то что поржавела отрыть забор здесь у нас будет беседка как я вам говорила а вот здесь возле забора я нашла в чеплыгине ковку в районе доки находится он строительная улица столь а вот хотим съездить туда вот может быть пойдет дождь и мы съездим во первых узнаем цену профлиста вот мы скорее всего купим раскошелимся соседи я уже с димой разговаривала они их работа так скажем они перекладины сварят и порежут в общем сделают поставят забор вот так вот в этой ковке хочу заказать кованый мангал и поставить вот здесь то есть будет вот так беседка а вот здесь будет мангал вот этот мой самодельный мангал я уберу и потом будет здесь красота здесь будет все в плиточке здесь будет стоять качеля красивая если постараюсь ставить фото для вас до потихонечку лёшенька я же не говорю что это в один год или в один день ой манька смотрит моничка манька котик мой сладкий котик мой сладкий ой еще одна пришла нет шпуля шпулька пришла дышат мы уже выключили отопление у нас уже красота тепло шпулиндра шпулька мылька кто еще придет где кузьма а где маруся маруся вот она вот они все собрались вот наша троица семейная пара я говорю да маруська пришла все пришли дышать все пришли дышать и какая кошачья команда пуся у нас сама по себе кузьма иногда дерется с мойка или как-то рядом спит с морозе пусть и вообще отдельно сама по себе ну а это троица это вообще это любовь ой да 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 они друг друга вылизывают они все вместе спят втроем до шпулька мулька войти моя красавица и моя красавица войти мои сладкие войски мои сладкие вот сейчас лёшек секундочку сейчас еще покажу как наши абрикосы выросли я провела воду вот они да надо работать друзья туда уж пойдет видите шла шланг провела вон смотри хмурится в полисадник чтобы поливать смородинку потом пройдем вам и я покажу какую смородинку я там посадила что ты нам хочешь показать алексей дмитриевич ты вчера приехала смотрю нет у лёшика лёшик в озон уже поехал заказывал в москве но на этот адрес мусарку с другой стороны вот это вот ведерко это что это специальные битумные гидроизоляции для фундамент а ты хочешь вот здесь даже это ленка откопалась здесь стоит открытый вот это я буду вот штукатурить это рога и называем за это фундамент ты хочешь битумом покрытие битумные мастика это будет покрыто все прежде чем плитку к потом когда будем все делать она будет прилегать чтобы влаги ним по фундамент влага не впитывал такую вот ведерочку битами маски так о сколько ты тут подарков-то по навозила а это чего это вот канистрочка дерево обрабатывает на возниклости фикатор для бетона когда мы будем понятно делать под столбы фундамент и прочим и про беседку да ты про беседку про кроличка вот здесь мы вот это будем немножко добавлять в бетон чтобы он крепче был и крепче мы пластификатор да я поняла коробочки какие хорошие я из них красивые корзинки сделаю это что такое это белая пропитка раскрыть лучше бы раскрыть людям показать запечатали как запечатали или распечатали так акватекс экстра эффективная защита что там написано воск повышает влагословие покрытие натуральное масло препятствует раз треску у него фильтр солнечный короче это для дерева для бруса из которого будет беседа да чет акватекс есть просто есть экстра вот экстра это с добавками вот этих вот микровоска масло ранее ну вот такая же у нас то дороже ну я не буду говорить сколько он стоит хочу ну не надо вот я скажу единственное значит вот когда я это все купил сейчас посмотрел купленные товары значит вот это вот мы скажи сколько стоит отчеты не помнишь помню значит грубо говоря полторы тысячи вот это стоило сейчас она стоит 200 офигеть короче беседка у нас будет золотая давайте друзьям и потом вам когда будем уже делать беседку сейчас мы будем распечатывать это точно такая экстра только цвет полисандр то есть то белое вот это белое у нас беседка будет там темно-коричневая с окошками в клеточку белыми такая вот как перголы делают тоже белая с коричневой покупал четыре с половиной тысячи сейчас 5300 по моему офигеть ну потому что чем ближе к лету народ просыпается и начинаются всякие стройки вот то что я вез о вот это для качели это вот такая штука друзья сюда вставляется я вам вставлю фото где я это увидела и какую качельку мы хотим сделать сюда вставляется брус и получается такая качели кладина и до 8 и укусим уровень хорошо стоят падает не опрокидываются офигеть вот тоже кстати интересно вот посмотрите здесь толщина металла 3 миллиметра очень даже да а есть два миллиметра но дешевле так что друзья два два и полтора даже это скупой платит дважды лучше уж один раз потратиться вот это стоило я находила на озоне шесть половина тысяч лёшек умудрился найти за 4 500 до нулю шик умеет умеет экономить вот покупать то много приходит да так что вот такие наши покупочки вот мы все готовимся надо это надо да это надо я когда-то же будет какая красота я каждый раз едут что-то покупаю по чуть-чуть да ну потому что все это сразу купить во первых на лёшек лёшек вчера привез стремянку я все окна ждала эту стремянку окна надо стекла помыть в москве такие вещи можно найти просто на помойке я не на помойке нашел ну рядом шкам стояла новая практически стремянка я к чему говорю что прям как-то очень очень интересно я помню как мы с дочерью выбрасывали ее старую дверь когда она меняла деревянную такую мы не здесь чеплыгине мы даже не не донесли ее до помойки у нас из рук ее вырвали прям по пути к помойке а сейчас ну я как мы ее оттуда дочери бы как бы я ее дотащила да 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 вот в москве на помойке можно извините жить кто с руками я по-моему даже такие каналы видела ну не знаю как московские помощники но вот в австралии женщина живет собирает насчет лестница кто-то видимо делал у себя там ремонт дом или еще что потом за ненадобностью ну правильно подожди ее просто вынесли поставили около входной двери так может ее просто спианируешь а у входной подъезда да все понятно понятно я смотрел целый день ага никто не берет никому не надо ну а нам надо ладно друзья пойдемте в палисадник покажу я вам во первых гортензия меня пошла идите от корешка расти тоже вот все полито здесь папоротники в общем все пошло счастьем тут клумбочки покажу вот ирис афганский или какой-то там интересные нарциссики цветут такие красивые не знаю будут ли пиончики в этом году но а вон есть бутончики вроде бы то должны уже цвести так лёшек без меня уже пошел все друзья время цигель цигель сейчас быстро вам покажу смородинку где посадила поделился ку помогать наши машинка стоит вчера здесь я позакрывала вот остатки здесь цели не остался не обрабатывала потому что здесь будем плитку возить все затопчем пусть до следующего года побудет вот так и следующем году все это легко земелька вскопается вот посадила я вчера не вчера позавчера наверно ходила на рынок купила смородинку уже название конечно же друзья не помню какая будет такая будет покупала по меньше чем по 200 рублей к одному парню подошла 350 и ни копейки не уступает а потом женщина я говорю я у вас пять штук возьму и она уступила мне вот 900 рублей за пять штук вот это по моему красная вот там уже бубочки есть представляете так что вот здесь вот и еще вот там кустик которая показывала с огорода пересажу вот туда и будет здесь буду в окошко смотреть на кустики смородины она как раз закроет забор и будет ягодка вот сюда шланг перекинула чтобы мне не таскать сюда ведра поливать здесь эти кустики пока не примутся и летом нужно поливать смородинка любит водичку вот ивка хорошо пошла расти очень хорошо прям вот сейчас я добавлю тоже ее поливаю в общем друзья все в работе все в заботах пойду лёшуку помогать но вам желаю прекрасного настроения вдохновения на вязание на огород всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока